Ммм, как приятно начать утро с чашечки ароматного кофе. Теперь не обязательно иметь под боком личного бариста. Достаточно обзавестись хорошей кофемашиной. В зависимости от способа варки, кофемашины можно разделить на три группы. Для варки эспрессо, для кофе по-турецки и капсульные. В кофемашинах эспрессо горячая вода проходит сквозь слой молотого кофе под большим давлением. Тем самым жидкость выбирает в себя максимум аромата и вкуса. Напиток получается очень крепким и может взбодрить одним только своим запахом. Если такой кофе разбавить водой, получится классический американо. Кофемашины эспрессо бывают автоматические и полуавтоматические. В автоматических кофемашина сама формирует таблетку из молотого кофе, через которую потом просачивается вода. Вы просто засыпаете кофейные зерна внутрь устройства. В полуавтоматических молотый кофе необходимо засыпать в рожок вручную и утрамбовать. Только после этого можно варить напиток. Очищать рожок тоже придется самостоятельно. Еще одно отличие кофемашин эспрессо – экономичность. На одну чашку приходится заметно меньше молотого кофе, чем в других типах кофемашин. По типу установки кофемашины эспрессо могут быть отдельно стоящими и встраиваемыми. Отдельно стоящие модели можно свободно передвигать по кухне или офису. В этом их главное преимущество. Кроме того, стоят они дешевле, чем встраиваемые. Встраиваемые кофемашины отличаются специальной конструкцией, которая позволяет встроить устройство в кухонный шкаф. Этот вариант подходит для дома. Лучше всего встраиваемую кофемашину присмотреть сразу при покупке кухонного гарнитура. В нем должна быть специальная ниша подходящих размеров. Кофемашины для кофе по-турецки внешне напоминают обычную турку, только на подставке, в которой встроен нагревательный элемент. Пользоваться ей очень просто. В зависимости от заданной порции нагревательный элемент сам выбирает время варки. Когда кофе будет готов, нагревательный элемент автоматически выключится. Это отличный индивидуальный вариант для офиса. Такая кофемашина поместится на любом рабочем столе. Свежий ароматный кофе всегда будет под рукой. Капсульные кофемашины также удобны для офиса. Вместо зерен или молотого кофе в ней используются специальные готовые капсулы. Просто, быстро и аккуратно. Разные кофемашины работают с разными типами кофе. Молотым, зерновым или с готовыми капсулами. Для большинства кофемашин эспрессо и для всех кофемашин по-турецки необходимо сразу покупать молотый кофе. Или предварительно перемалывать зерна в кофемолке. Гурманам рекомендуем последний вариант. Так напиток получается ароматнее. Некоторые кофемашины эспрессо оборудованы встроенной кофемолкой. Это очень удобно. Можно засыпать кофе в зернах. Устройство само определит, сколько грамм нужно перемолоть на заданное количество порций. Это прекрасный вариант для офиса. Быстро и без лишних хлопот. Универсальный вариант – это кофемашины, которые умеют работать как с молотым кофе, так и с зернами. Такие модели обычно стоят дороже. Капсулы в использовании еще проще. Вставляем в специальный отсек, затем нажимаем кнопку включения и через минуту ваш кофе готов. Одна капсула рассчитана на одну чашку. Более того, сегодня производители предлагают не только классический кофе в капсулах, но и различные его варианты. Капучино, мокко, латте, макеата. Можно выбрать на свой вкус. Большинство кофемашин могут готовить кофе капучино. Исключением являются лишь редкие модели кофемашин эспрессо и приборы для варки кофе по-турецки. Есть несколько вариантов приготовления кофе с молочной пеной. Автоматический, вручную или комбинированный вариант. При автоматическом приготовлении капучино молоко заливается сразу в специальный резервуар. Молочная пена готовится без вашего участия. Отличный вариант для тех, у кого нет опыта работы бариста. Но такую кофемашину придется мыть чаще, так как следы молока могут придать кофе неприятный привкус. При приготовлении капучино вручную молоко наливается в питчер и взбивается в пену с помощью специальной трубки капучинатора, по которой подается пар. Затем пену переливают в чашку с заранее приготовленным эспрессо. Этот способ требует времени и определенной сноровки. Некоторые кофемашины могут готовить капучино и автоматически, и вручную. Это удобно. Для большого количества порций можно использовать автоматический режим, а для одной чашки капучино – ручной. Некоторые кофемашины позволяют контролировать крепость напитка. Это происходит благодаря встроенному селектору аромата. Крепость напитка меняется в зависимости от способа подачи воды, ее температуры и количества молотых зерен на порцию. В зависимости от настроения и самочувствия вы можете выбрать крепкий кофе или мягкий кофе. Объем резервуара для воды показывает, какое количество напитка кофемашина может приготовить за один цикл работы. Самым маленьким объемом обладают кофемашины для кофе по-турецки. В большинстве случаев они рассчитаны на одну-две порции. Объем колеблется от 200 до 600 мл. Все остальные модели кофемашин, как правило, оборудованы резервуаром для воды объемом не менее 750 мл. Этого хватает на 5-6 чашек. Некоторые кофемашины отличаются очень большим резервуаром для воды – объемом от 2 литров. Это отличный вариант для большого офиса. Для кофемашин с большим резервуаром важна функция одновременного приготовления двух чашек кофе. Автоматическая декальцинация – это возможность кофемашины производить самоочистку и удалять кофейные масла и накидь, которые скапливаются на деталях. Такая функция позволит продлить срок службы кофемашины. Если же этой функции нет, чистку необходимо выполнять самостоятельно по мере необходимости. Если вы выбираете кофемашину для дома, вам подойдет как отдельно стоящая, так и встраиваемая модель. Особенно хороша будет встраиваемая, если вы обновляете дизайн кухни. Для дома лучше всего приобретать кофемашину эспрессо с резервуаром для воды объемом до 1,5 литров. Для большого офиса подойдет отдельно стоящая кофемашина с резервуаром не менее 2 литров – идеальный вариант кофемашины с автоматическим приготовлением капучино. Если же вы ищете для себя компактный вариант, который всегда будет под рукой, присмотритесь кофемашинам по-турецки. Если вы хотите приобрести навыки бариста, остановитесь на кофемашине эспрессо с ручным приготовлением капучино. А если у вас небольшой офис, остановитесь на капсульной модели. Это отличное сочетание простоты использования и разнообразия вкусов. Варите кофе и наслаждайтесь его изысканным вкусом и ароматом.